Всем привет, друзья! Смотрите, что у меня есть. Это Honor 8X и Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Предлагаю сравнить их по всем параметрам и посмотреть, кто кого, не все же Apple и Samsung, воевать друг с другом. Погнали! Начну с габаритов, чтобы вы понимали, тут разница минимальна. Honor на 6 грамм легче, но ощутимее то, что он на 4 мм тоньше, чем Xiaomi. Выполнен полностью из металла, в то время как Xiaomi решили в Redmi Note 6 Pro металлической сделать только заднюю крышку, рамка же из пластика. Однако в защиту Xiaomi скажу, что на ощупь эта разница незаметна, да и дизайн классический, для многих это важнее. У 8X крышка такая красочная. Экран в обоих случаях IPS, но у Honor диагональ чуточку больше. И обратите внимание на то, какие тонкие рамки сверху и снизу. Даже не буду процентов высчитывать, и так видно, что при небольшой разнице в габаритах Honor побеждает, поскольку сделал экран настолько большим, насколько это было возможным. Хотя, вероятно, у Xiaomi не было такой цели. Что же касается качества дисплеев. Обратите внимание на белый цвет в обоих смартфонах. У Xiaomi он заметно холоднее. Когда по очереди держишь в руках эти смартфоны, кажется, будто экран и там, и там нормальный. Но когда сравниваешь между собой, то разница становится очевидной. А вот что касается диапазона яркости, то по этому показателю оба смартфона сопоставимы. Посмотрела на них под разными углами, каких-то засветов, затемнений, игры цветов не заметила. В то время как у Honor 8X 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной у самой слабенькой модели, Xiaomi смогли позволить те же объемы в самой нафаршированные версии Redmi Note 6 Pro. При этом слот здесь гибридный. То есть вы либо пользуетесь двумя сим-картами, либо одну сим-карту жертвуете в пользу карты памяти. У Honor 8X лоток не гибридный, как у Redmi Note 6 Pro, а тройной. И это очень здорово, поскольку вам не придется ограничивать себя или долго выбирать между младшей и старшей моделью этого смартфона. На обоих стоит Android Oreo, интерфейс у каждого свой, и тут как с дизайном, выбирать нужно по вкусу, кому какой больше нравится. Мне Honor ближе, поскольку полный экранный режим работает без таких косячков, как у Xiaomi. Обратите внимание на рамку, ближе всего находящуюся к датчикам и фронталке. Кстати, у Redmi Note 6 Pro нельзя убрать монобровь, поэтому если она вас раздражает, то в этом смартфоне придется с ней мириться. У 8X она убирается. Когда я делала обзор на Honor 8X, я сказала, «Любителям Qualcomm докладываю, этот процессор сопоставим с 636 Snapdragon». Тогда я даже не думала, что у меня в руках появится смартфон с таким Snapdragon 636, и у меня будет возможность сравнить их лоб в лоб. Так что смотрим, что же получится. Восьмиядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 1800 МГц против восьмиядерного HiSilicon Kirin 710 с тактовой частотой 2200 МГц. Мне еще папа при сборке стационарного компьютера говорил, что чем больше тактовая частота, тем выше производительность. Но у Honor 8X еще бонусом идет GPU Turbo. Ну просто одни плюшки! Но давайте посмотрим, видна ли разница на деле. Честно говоря, разницу я заметила только когда открывала одинаковые приложения синхронно. Honor 8X справлялся с задачами чуть-чуть быстрее. Также разницу видно в синтетических тестах, а вот на практике Redmi Note 6 Pro будто чуточку лучше отыгрывает, что ли. Периодически замечала легкие тормоза в обоих телефонах, но у Xiaomi это как-то менее заметно. За 15 минут игры в танки Honor потерял 8%, в то время как Xiaomi лишился только 7. На обоих игры были на максималках, и сначала играть было комфортно, никаких подвисаний, тормозов не было. Чтобы вы понимали, речь идет где-то о 4 минутах. Но ближе к середине теста и дальше. Телефоны нагревались, фпс падало, у Honor я видела значение 18 фпс, играть было вообще невозможно, у Xiaomi минимум, который мне попадался 21. При этом результаты теста 3D-марку у Honor 8X лучше, но как видите, на практике это значение не имеет. И провал обоих смартфонов – это разъем microUSB для зарядки. Тут лоханулись, если так можно сказать, оба, но у Xiaomi хотя бы есть фора. Redmi Note 6 Pro поддерживает быструю зарядку Quick Charge 2.0. Напомню, что тут 4000 мАч и набирает до 100 примерно за 2 часа. За 12 минут просмотра видео Redmi Note 6 Pro потерял 4% батарей. Это при том, что яркость и громкость были установлены на максимум. Honor оказался немного сильнее и за то же время просмотров видео в сети потерял всего 2%. За почти 9 минут тестирования в 3D-марк Redmi Note 6 Pro потерял 3%. Honor 8X в излишней потере процентов в том же тесте не отличился. Еще пару моментов. У Xiaomi Redmi Note 6 Pro есть X-порт, он находится сверху. А вот у Honor 8X такой роскоши нет. Зато там есть NFC, что на мой взгляд гораздо важнее. Кстати, напишите в комментариях, кто считает, что NFC в смартфоне это важно. И также те, отпишитесь, кто считает, что важнее иметь X-порт в смартфоне. Что же касается Bluetooth, то в Redmi Note 6 Pro Bluetooth 5.0. А вот 8X почему-то до сих пор оставили 4.2. Теперь самое интересное и наглядно демонстрируемое. Это камеры. Начну с самого сложного. Это ночные портреты и в принципе ночная съемка. Так вот, ночной портрет получился в обоих случаях хорошим. Xiaomi слегка холоднее, более естественно передает цвета. Более детализированный передний план, но сильнее размыт задний фон. Поэтому есть ощущение, что меня будто вырезали с другого фото и вставили в размытый фон. И шумов у Xiaomi чуть больше. А вот обычное фото берет верх у Honor 8X. Шикарная резкость, только посмотрите на прорисовку дома сзади. Да, есть мелкие шумы, но покажите мне смартфон за 17 тысяч, который сделает хотя бы так же. Вот у Redmi Note 6 Pro на мой взгляд не получилось. Но чтобы сделать такой снимок ночью с Honor 8X, нужно зависнуть секунд на 5. А вот Xiaomi в этом плане весьма оперативнее. Теперь перейдем к фотографиям в дневное время суток. И тут предлагаю просто посмотреть на то, что получается. В обоих смартфонов мне кажется очень классная картинка на выходе. Что касается записи видео, то скажу вам, что у Honor 8X стабилизации вообще никакой нет. В этом плане, конечно, Redmi Note 6 Pro выглядит привлекательнее. Видео с обоих смартфонов у вас на экране. Вкусно было? Конор. Лежать. Молодец. Сидеть. Молодец. Голос. Что мне не нравится немножко в Xiaomi, так это то, что когда я снимала свою собаку, если присмотреться, то можно увидеть, как из-за некорректной передачи цвета неестественно переливается ее шерсть. Зато стабилизация электронная присутствует, и качество звука можете оценить самостоятельно. А теперь записи на фронтальную камеру на улице. Насколько хорошо меня слышно? Запись идет на Xiaomi Redmi Note 6 Pro. А это запись уже на Honor 8X. Насколько хорошо вам слышно меня сейчас? Вывод какой? Honor 8X выглядит интересно, идеально подходит для повседневных задач, сделает красивые снимки не только днем, но и ночью, портретки не исключение, не побалует хорошей картинкой при записи видео, зато приучит к плавным движениям во время съемки и разочарует заядлых игроманов. Xiaomi для мобильных геймеров будет предпочтительнее, но с качеством картинки на максимум, желаемого удовольствия от игры не доставит. Не разочарует в фото и видео возможностях, однако потребует кропотливости у владельца при плохом освещении, а дарит хорошей автономностью. Вывод делать вам, конечно, за себя скажу, что Honor 8X подкупил меня своим дизайном, расположением элементов на корпусе, распознаванием по лицу, а также возможности портретного фото, где можно регулировать режим размытия, и съемки в ночное время суток меня больше прельщают. За это готова простить ему отсутствие быстрой зарядки и очень благодарна Honor 8X за NFC, которого у Redmi Note 6 Pro нет. Ну что, свои мысли я вам озвучила, провела маленькое такое расследование, и теперь жду в комментариях ваше мнение, возможно, вы с моим не согласны, и у вас есть ряд аргументированных доводов. Ну а я пойду, мне пора уже собираться, а то семья не кормлена, собака не выгулена. В общем, увидимся через пару борщей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok